Получился хороший матч в исполнении обоих команд и, в принципе, мы довольны игрой своей команды. Хороший соперник в плане игры в большинстве, мы это знали, но они это подтвердили сегодня. Ну а так, боевой матч, я думаю, что ничейный результат это закономерный в основном. В первом и втором периодах Металлург не забросил шайбу, но, как оказалось, второй период команда отыграла активнее и даже вчетвером против пятерки соперника поджимали их к воротам и имели шансы забить. Ну я бы сказал, что на протяжении всего матча мы сохранили силы и в третьем периоде у нас была достаточная сила, чтобы переломить ход матча и забить голы, это мы подтвердили. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что соперник больше потратил силы и уже со второго периода у нас, скажем так, в этом плане было преимущество. Как считаете, что не так произошло в овертайме, почему проиграли? Мастерство соперника и, скажем так, ошибка наших игроков, все как бы стандартно, да, кто-то ошибается, кто-то использует эти ошибки, поэтому соперник создал хорошую атаку и наши игроки ошиблись. Ну я считаю, что очень хороший матч, у них было обе команды показали скоростной, в хоккее много атаковало, что одна, что другая команда, довольно-таки достаточно было моментов для того, чтобы забивать, как и нам в игре 5 на 5, и также и хозяевам. Вот, очень удачно у нас сработало сегодня большинство, реализовали мы его, которые имели. Ну и, наверное, третий период, хозяева немножко добавили, не ведя в счете, ну, может быть, не то, что хотели сыграть по счету, но допустили, наверное, ошибку, вот, когда было удаление, вот, ну и вот этот гол, который второй был. Ну я считаю, что ничейный результат, он такой более, наверное, справедливый, вот, ну а в овертайме нам удача повернулась, провели очень хорошую атаку, вот, и забили победный гол. У «Динамо» четвертая игра в поездке, за счет чего удалось сыграть активно? За счет характера, за счет того, что мы прекрасно понимали, с кем мы играем, в таких играх проявляют, все хотят себя проявить, и все ребята сегодня, кто вышел на лед, работали на 100% на команду, и показали, как они могут выглядеть в игре с лидерами. По «Вбрасыванию» у «Кузни» сегодня практически двукратное превосходство, что скажете по этому компоненту? Ну, что делать, ну, неудачно сыграли на «Вбрасывании», самое главное, что проигранные «Вбрасывания» были перекрыты хорошо тогда, когда это было в зоне обороны.